Образовательная сессия закончилась, а развлекательная нет. Дети из Белгорода, гостившие в Югре с апреля, уже закончили обучение в школе, но продолжают интерактив. Сегодня в Сургуте их пригласили на мастер-классы в Кванториум и предложили на выбор четыре активности. Изготовление брелка, цифровую живопись, основы нейросетей и лазерной резки. Наша съемочная группа присоединилась к белгородским гостям. 16-летний Миша уже два месяца гостит в Сургуте. За это время не только посетил множество музеев, мастер-классов и других активностей, но и нашел югорских друзей. А когда педагог Кванториума предложил распечатать на брелоке любое изображение на память, без сомнений выбрал фотографию друга. Сейчас будем делать брелки. В целом, очень интересная идея. Очень интересно сейчас будет это делать. Я планирую распечатать себе фотографию друга со мной, чтобы она на память была. Более сорока белгородских детей разделились по интересам. Каждый ребенок выбрал свой мастер-класс. Если парням больше подушел лазерная резка, то практически все девушки пошли на дизайн. Попробовать себя в цифровой живописи решила и Даша. Я думаю, что творчество это такая штука, когда рисуешь в процессе, уже можно придумать что-то новое, и конечный результат может не совпадать с начальным ожиданием. Для Дарьи это еще одна возможность протестировать что-то новенькое. В Сургуте за два месяца она посетила множество интересных мероприятий, узнала историю нашего северного края и оценила современные возможности югорчан. У вас, в принципе, очень-очень нравится. Нас возят на разные экскурсии, музеи, выставки. Это очень интересно. Мы не сидим на одном месте, не скучаем. По родителям, конечно же, мы соскучились, созваниваемся каждый день, ждем друг друга. Мамочка, папочка, привет, я вас люблю. Важным элементом мастер-классов в Сургутском технопарке станут не только полученные знания и навыки, но и результат. Цифровой художественный рисунок подразумевает картину, иллюстрацию, которую они могут сохранить себе и отправить на почту. В нейросетях и искусственном интеллекте по промт-запросам они также могут сгенерированные изображения сохранить себе на память. Но в электрических цепях они могут ввести с собой знания, которые они получают. То есть, как строить, как запитывать электрическую цепь, как их соединять, то есть коммутация на оборудовании. Поэтому тоже довольно-таки полезный навык. Отмечу, что белгородские гости будут жить в Югре еще пару дней, после чего вернутся на родину. Но уже точно никогда не забудут радушный север, ведь увезут с собой массу теплых воспоминаний. Екатерина Нефедова, Николай Пудин, телерадио компания Югра, Сургут.